Ребят, всем привет! Новое видео на канале. Обзор Lincoln Navigator для одного из вас. Салават, вот в таком вот состоянии прибыл твой автомобиль. Повредена передняя часть, повредена немножко задняя часть. Есть нюансы по работе. Конечно, нюансов очень много. Ребят, я не знаю, мне вообще страшно смотреть на вот такие удары. А как вам? Пишите. Здесь правая фара у нас целая, с бампером. Конечно, нюансов довольно-таки немало. Не знаю, можно ли его восстановить. Скорее всего, мне кажется, это под замену. Левая фара разбита. Решетка радиатора повреждена, но я думаю, что ее можно будет паять. Если делать не для себя, это одно. Если делать для себя, это, конечно же, лучше замена. Основной и самый страшный удар, мне кажется, пришелся вот в водительскую сторону. То есть, как бы вот именно вместо водителя. Дверь у нас полностью под замену. А вот с четвертью здесь, конечно, нужно будет поиграть. Ну, ребят, не знаю, как думаете, стоит ли она того? Сейчас узнаем, сколько она стоила. Цена этой красоты, ребят, 12 600 долларов. 2020 год. Аукцион IAAI. Левая задняя дверь также под замену. В общем, то, что мы видим, это уже крыло, две двери, четверть. А порог, тут был выездной порог. Проблема с левой передней подвеской. Диски под покраску. Резина неплохая, резина мишлиновская. А вот задняя, хотя нет, задняя тоже неплохая. Открываем заднюю левую дверь. Так, дверная карта, все целое. У нас, кстати, неплохой салон. С виду, да? Был когда-то, можно сказать так. В сидении airbag взорван. Ремень заклинил. Панель приборов, рулевое airbag, они целые остались. Но удар, обратите внимание, какой силы, что даже центральная консоль, она у нас немножко поведена. Я думаю, что там масса нюансов будет. Для того, чтобы восстановить такой автомобиль, скорее всего, нужно будет снимать полностью панели и играться вот с этой стойкой. Лобовое стекло разбито. Панорама целая. Здесь у нас также есть центральная консоль. Здесь сидения целые оба. А сзади в багажнике есть третий ряд сидений и куча мусора. Вот так вот они приходят со страховых аукционов. Ребята, это действительно жесткий удар. Задняя левая четверть. Визуально здесь, кажется, она вся целая. Но вот нюанс был именно вот в самом уголочке алюминий. Поэтому поработать тут придет фонарь цел. Задняя крышка подмята. Вот здесь, в этих местах. Фонарь цел. Бампер. Бампер, конечно же, весь под замену. Имеется в партронике, сколько он стоит. Ребята, напишите в комментариях. Было бы интересно почитать. Правая четверть визуально целая. Правая, как бы, сторона две двери. И правое крыло. И уже здесь все целое. Да, такой неплохой проект для работы. Но стоит ли овчинка выдалки? Сейчас посмотрим. Посмотрим на аукционах Манхейм. Почем они 20-х годов. И так далее. Здесь у нас дверная карта вся целая. Ну, панель смотрится неплохо. Только вот здесь, конечно, когда заглядываешь, ты понимаешь, что дверная карта, там все, там вся дверь пострадала, полностью все пострадало. Ремень безопасности взорван, сиденье взорвано. Вы бы рискнули взять такой проект или нет? Вот я точно нет. Вот я боюсь таких ударов. Вот реально, я когда вижу такие удары, это сразу сердце начинает биться чаще, потому как, ну вот, не знаю, можно ли поднять такое. Но многие из вас берут. Кстати, этот автомобиль отправляется у нас в Украину для одного из наших постоянных заказчиков. Человек с нами много-много лет. И вот он часто берет такие вот игрушки. Восстанавливает, кстати, сразу скажу. Продолжаем дальше обзор. Открываем правую заднюю дверь. Что у нас здесь? Здесь дверная карта вся чистая, все хорошо. Сиденье целое. Веревки вот эти, я даже не знаю, зачем. А, веревка, видите, зачем? Вот так вот веревкой они закрепили заднюю крышку. Сейчас перережем, посмотрим, что там. Фонарь цел. Открываем. Ну, тут должен быть электропривод в задней двери, да, вы видите? Так. У нас лежит здесь кардан. Зачем-то его сняли. Непонятно зачем. Но он как бы визуально цел. Скорее всего, для того, чтобы транспортировать автомобиль. Электропривод всех сидений здесь есть. Но это все нужно будет чистить, убирать. Заказчик может себе сделаем это немножко позже отдельно. И из вас задаются всегда вопросом, почему столько мусора в автомобилях, в американских. Ребят, сразу отвечу. После аварии, все, что было на дороге, пожарники, полицейские смели, сбросили вовнутрь в багажник. Потому что машина уже все, как бы они считают, что это списан автомобиль, мусор. И вот так вот они отправляются на страховые аукционы. Редко, когда вы увидите сильно битые автомобили без мусора внутри. В основном это вот выглядит вот так. А как вы считаете, полицейские правильно делают? Пожарники, то, что вот это не оставляет на проезжей части все в машины и на аукционы? Пишите в комментариях. Капот. Ребят, нужно было показать, конечно же, капот. Что с ними, как с ними. Потому что капот это алюминиевый у нас здесь. И визуально он, кажется, весь целый. Потому как кипиш поднялся, когда автомобиль прибыл сюда на базу. Поврежден ли капот или нет. Почему-то заказчик не заметил, что передняя часть автомобиля побита. Он говорит, как? А разве так было? И мы показывали ему фотографии и рассказывали, что, друг, ты что покупаешь? Не видишь, что ли? Салават, будь внимательнее, пожалуйста. Так, открываем капот и у нас здесь все в пыли, конечно, но довольно-таки неплохо. Еще что-то здесь разломано. Нужно понимать, что, скорее всего, от удара разломило крепление, как я понимаю, аккумулятора. Крепление аккумулятора разбило вот эту вот трубку, которая идет у нас на турбину. Тут надо быть аккуратным. При запуске этого двигателя потом все чистить, убирать. Раме, как мы видим, ребят, также немножко досталось здесь по переду. Я не думаю, что здесь удар вот этот дошел до рамы здесь. Скорее всего, навряд ли. Потому что тут как бы довольно-таки много места. Поэтому я думаю, что, скорее всего, только передняя часть. Но опять же, фото-видео-отчет для заказчика мы сделаем. Там у нас в группу. Поэтому все, кто покупает автомобили с нами, фото-видео-отчеты вы всегда получаете. Группа уже создана. Так, Женя у нас сейчас кидает, ребят, смотрите, бустер. Чтобы мы поняли, что к чему. Ну, фары загораются-то уже. Сейчас глянем хотя бы пробег там какой. Что там вообще живое, неживое. Так, пробег у нас 53 391 миля. Мониторчики все загораются. У нас есть два ключа. Опа. Все пошло, оживает. Ну, как-то так. Есть пластик, да? Возможно, что-то и будет. Да, туда что-то попало, ребят. Поэтому запускать двигатель не будем. В общем, вот такой вот салават ты получил. Свой проектный автомобиль за 12600. Скажешь просто, интересно. Достало дорамы? Ребят, Женя говорит, нет, достало дорамы. Вот здесь. Вот здесь. Все, вот у нас есть нюансы к параме. Да, но достало, не только перед, получается, мою бочину по раме. Ну, тут, блин, тяжело. 20-й год. 12600, как бы, ну, и на запчасти он бы неплохо пошел, потому что двигатель этот стоит 1000, около 6,7. Но, но, если кто-то хочет восстанавливать, пускай восстанавливает. Салават, ты чемпион, если ты берешься за такие восстановления, как бы, мы-то боимся браться за такие восстановления. Сейчас посмотрим, сколько стоят эти машины на Манхим. Для того, чтобы узнать цены на Манхим, ребят, проходим на Манхим и смотрим. А 30000 миль, навигатор, примерно такой же, 67000, 61000, 44000 миль, с маленькими милями я вижу по 76000, ну, вот, примерно что-то, 62000 миль, 67700. Ну, да, они стоят денег, просто сколько будет стоить восстановление, это, конечно, непонятно. Ребят, а ваше предположение, сколько стоит восстановление? Ну, и вообще, стоит ли его восстанавливать? В общем, вот такой вот у нас был краткий обзор по автомобилю Lincoln Navigator для Салавата. Ребят, сейчас будем переходить именно вот в такой формат кратких информативных видео по технике, которую вы приобретаете, что с ней и так далее. А что еще показывать, рассказывать, говорите, что вам интересно. То есть, ну, мы будем сравнивать, как я понимаю, Манхим, мы будем сравнивать цены здесь. По запчастям, по ценам на этот автомобиль, честно, даже не знаю, что сказать. Тут реально запчастей придется выкупить очень много для восстановления. Но если кто-то захочет такое что-то покупать на запчасти, тоже пишите. Потому что я думаю, что после данного видео Салават захочет, может его продать на запчасти. Напоминает, 12600 выигрыш на оставках. Но опять же, это мои предположения. С Салаватом я вас свяжу, если кто-то захочет что-то приобрести у него или продать ему запчасти, так же пишите. Салават, мало ли, может, сейчас люди помогут, и у кого-то есть там передняя часть, двери, вообще, я не знаю, что-либо. Если у вас есть запчасти здесь в США, пишите. Если у вас есть запчасти в Украине, пишите. В общем, Сейм Моторс, плюс 1, 2, 6, 7, 6, 3, 2, 4, 7, 7, 4. Помогаем с подбором автомобилей, помогаем с выкупом автомобилей. Комплектуем с запчастями, отправляем в разные страны. В описании под данным роликом у нас есть ссылочка на наш Телеграм-канал. Там мы отбираем не такие автомобили. Это выбор Салават. Салават.